Благодарю вас за содействие полиции в профилактике такого вида преступления, как мошенничество. Спасибо вам. Спасибо. От лица всей Барнаунской полиции сотрудницы банка Елене Батраченко вручают благодарность. В ноябре этого года женщина помогла пожилому мужчине спасти свои сбережения. Доверчивый 90-летний дедушка едва не отдал аферистам полтора миллиона рублей. Елена буквально на последнем этапе убедила мужчину, что тот имеет дело с мошенниками. Другая сотрудница помогла женщине сохранить 200 тысяч рублей. Быть внимательными и предотвращать мошенничество – политика финансового учреждения. Если они замечают, что поведение клиента нетипично, или его настроение как-то слишком отличается от обычной спокойной ситуации, то они стараются с клиентом пообщаться и выяснить все обстоятельства, для чего он хочет совершить именно эту операцию на большую сумму. Снять деньги с карты или перевести по каким-то незнакомым реквизитам. Свыше 12 тысяч преступлений выявили правоохранители за последние 11 месяцев. Из них почти 4 тысячи мошенничества, в том числе и кражи с банковских карт. Причем самый распространенный способ 7 из 10 приходится на телефонное мошенничество. Когда аферист представляется сотрудником банка и предлагает человеку обезопасить свои денежные средства. Сотрудники полиции уже не первый год пытаются предупредить доверчивых жителей. С жителями Барнаула мы общаемся с помощью средств массовой информации, с помощью посещения квартир, домов, при раздаче памяток. Объясняем способы мошенничества, как не стать жертвой этих мошенничеств. Подключаем народную дружину, проводим акции у крупных магазинов, социальных магазинов, торговых центров, раздаем памятки. В этом году, говорят правоохранители, мошенничеств не стало меньше. Это связано в первую очередь с развитием интернета, доступностью онлайн-сервисов. Причем за последнее время на уловки мошенников ведутся не только пожилые люди, но и молодежь. Поэтому предельно бдительными нужно быть каждому из нас. Анна Рашагирова, Валентина Аскирова, Андрей Печоркин. День с толком. Но вы, если честно, не находили...